Дорогая церковь, также приветствую этот день воскресный. Размышляя о сегодняшней теме, о молодежи, о детях, читая слово, которое говорит об этих местах, почему-то, размышляя на эту тему, Господь дает размышления о семейных отношениях. То есть, ну невозможно оторвать как-то детей, молодежь от взрослого поколения. Хотя зачастую так происходит в наше время, когда молодежь сама по себе, взрослые, среднее поколение само по себе, старшие сами по себе. Но вот Слово Божие нас учит немного другому. И очень удивительно, когда Бог, Он просто направляет на эту тему и говорит Духом Святым. И когда Христос пришел на эту землю, Он видел людей как разрозненных единиц, которые нуждались в общении, которые искали взаимоотношения, любви друг с другом. И как часто это похоже на мир, когда люди огораживаются друг от друга, когда они хотят иметь взаимоотношения друг с другом. Но очень удивительно, эти вещи происходят, когда человек верующий в церкви. И очень много историй о том, когда в любое место, в любой город может приехать христианин, найти церковь, найти братьев и сестер и быть как у себя дома. И это вот удивительное чувство, которое Господь, когда пришел, Он проповедовал об этом. И из этого истекало и следующее. И вот немного хотелось бы порассуждать на эту тему, чтобы Господь Духом Святым больше мог сказать вам, чем смогу сказать я. И очень удивительно то, что вот эта тема насчет детей, насчет молодежи, насчет старшего, среднего поколения Господь как-то показывает насчет Царствия Божьего. Он рассказывает о том, что Он пришел для того, чтобы принести это Царствие Божье на эту землю, для того, чтобы оно было с нами. И рассматривают эту тему, и также источники, когда рассматривают, что, в принципе, говоря о Царстве Божьем, сразу возникают такие мысли в трех направлениях. То есть это Царство, это видимого мира, так как Господь Творец, Он создал этот мир, это Его творение, и можно размышлять на эту тему. Так же самое это Царство Его славы, Божьей славы, это то будущее Царствие, которое каждый христианин стремится. То есть тысячелетнее Царствие, а также Царствие с Господом. И об этом тоже можно размышлять. Но очень много, когда читаешь, исследуешь Писание, отношение Иисуса Христа, Его слова к нам, Он говорил о другом еще Царстве Божьем, о Царстве Его благодати. Царствие Благодати, которое Он хотел принести человекам. И вот если мы, вкратце, не открывая Слово Божие, в принципе, можно. Матфея в третьей главе, второй стих, начиная от Иоанна Крестителя, Он также проповедовал о том, чтобы люди покаялись. Чтобы покаялись, потому что приблизилось Царствие Небесное. Он готовил путь пред Господом, для того, чтобы люди были готовы. В Матфея 4, 17, также Иисус Христос, начиная свое служение, выходил. Он также начинает с этих слов, чтобы люди покаялись. Чтобы покаялись, потому что приблизилось Царство Небесное. Матфея 10, 7 глава, 10 глава, 7 стих. Когда Иисус Христос посылает учеников, мы помним эту историю, чтобы проповедовали, Он также делает ударение и говорит на том, чтобы они проповедовали, что приблизилось Царствие Небесное. Даже после того, когда Он воскрес от гроба, по воскресенье своем написано, что это в Деяниях 1 глава 3 стих. В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть Господь, Он принес эту весть. Весть о благодати, которая даруется человеку через веру в Него. И вот место, с которого хотелось бы начать, Лука 17 глава, чтобы приоткрыть смысл, что же хотел Господь донести для каждого человека. Лука 17 глава, 20-21 стих, здесь записано следующее. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». И вот это удивительное свойство, когда Царствие Божие, оно действительно есть внутри человека. И оно, естественно, не может быть вне нашего Господа. Когда человек обращается к Господу, когда он в молитве покаяния склоняется пред Ним, то вместе с Духом Святым в сердце человека входят такие качества, как мир, радость, покой. И это очень удивительно, то, что вот это чувство, когда человек испытывает при покаянии, он пытается это чувство удержать всю свою жизнь. То есть поддерживать, достигать этих чувств, чтобы в его сердце был покой, радость и мир. Я читал одно стихотворение, тоже длинное стихотворение, где молодой человек, юноша, он с детства стремился к Богу, познание о Боге. Его интересовали эти мысли, интересовало Слово Божие. Он был молодой, и это очень такой маленький процент, когда с детства, когда с детства юноша или девица стремится к Богу, узнать о Нем, познать Его. Прежде всего для наших детей, для примера мы являемся сами. Они смотрят на нас, на нашу жизнь, на то, что мы делаем в церкви, как мы поступаем, как мы разговариваем, как мы ведем себя дома. И поэтому очень часто, также и христиане, когда приходят к Господу, они смотрят на кого-то. Они выбирают себе идеал, на который они хотят равняться. Но очень мало людей, пришедших к Богу, как и детей, они взирают на самого Господа, чтобы познавать Его, чтобы принимать и примеры брать с Него. И очень часто проблемы возникают тогда, когда тот идеал, который нарисован перед глазами, он начинает рушиться. И человек попадает в такую зависимую депрессию или еще что-то, он разочаровывается. Разочаровывается в церкви, разочаровывается вообще в смысле жизни, потому что, ищая этот... и находясь в поисках, как мы уже слышали сегодня, они искали вот этот мир, покой, что был в сердце, то есть вот эта семья, это общение. То есть и люди, если не смотрят на Господа, они могут попасть в эту сеть. И вот это стихотворение, которое читал, там история о том, что этот молодой юноша пришел к монаху для того, чтобы научиться и узнать, почему вот такая жизнь у него. Потому что он так много людям помогает. Люди тянутся к нему, и он хотел узнать, как его жизнь. И вот он... Это история, да, и одна из частей этой истории, когда он учил его как бы понять и принять Духа Святого. Как это происходит? Он подвел его к окну, луч солнца проникал через окошко, и он почувствовал вот эту теплоту солнца, и он ему объяснил, что Дух Святой, он входит вот так в нас, и он направляет все наши мысли, очищает наше сознание, научает нас, как нужно жить. И в этом стихе сказано, что на протяжении всей жизни он больше не испытывал этого чувства, но он стремился его вновь почувствовать. Так же самое христианин, когда покается, когда примет в сердце Духа Святого, примет этот мир и покой, то всю жизнь Бог дает нам возможность возогревать эти чувства, поддерживать их. И это подтверждается Словом Божиим. Если мы читаем Матфея, 11 глава, 12 стих, здесь сказано следующее. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Божие с силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его». То есть здесь сказано о том, что Царствие Божие, с одной стороны, оно дается даром. Во время покаяния Господь дарует это Царствие Божие внутрь нас. Но здесь говорится о том, что это Царствие Божие, оно с силой уберется. И те, кто употребляет усилия, те восхищают Его. Сегодня мы уже слышали о том, что человек должен очищаться, приближаться к Господу, чтобы исправлять свою жизнь. И вот размышляя на эту тему, все Писание, оно говорит нам о семейных отношениях. И очень удивительно то, что размышляя также с братьями, мы сидели в Сиракюзах, в Нью-Йорке тоже, размышляли. И брат тоже задал такой вопрос мне. Он говорил о том, что ты хочешь достигнуть. То есть вот Слово Божие, ты хочешь привести людей к послушанию Богу. Он говорит, ну такого не получится. То есть этот брат сам служитель, и он мне говорит, что этого никогда не будет. Я говорю, почему? Потому что в наше время человек, он самодостаточен. В том, что он достиг какого-то уровня, и он не собирается меняться. У него свои понятия. Он сам дошел до этого понятия, и он не будет двигаться дальше. Как неудивительно. смотря на то, что дети – это такой возраст, который именно в поиске искания и молодежь, когда они взирают на каждого из нас, на то, что мы из себя представляем в церкви. И здесь то же самое, когда взрослые достигли какого-то положения, очень интересно то, что Писание дает нам как бы инструкцию. Инструкцию для того, чтобы мы своим примером служили для детей. То есть он записал на страницах Писания очень много мест, и, в принципе, несколько я хотел бы выделить о том. Например, начинается все с того, вот 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, нам говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть здесь не написано, что мы достигли до какого-то уровня, но апостол говорит нам, что мы преображаемся в тот же образ, образ Иисуса Христа, от славы в славу. То есть постоянно идет этот духовный рост. И когда размышляешь, и читая вот место священного Писания, тоже интересно, всем нам знакомое к Титу, 2 глава, с 2 по 7 стих. Если мы читаем, здесь говорится о том, что это универсальное Слово Божие, оно действует как на молодых, так на пожилых и на средний возраст. Если мы прочитаем Тита, 2 глава, с 2 по 7 стих. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались в пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Вот это очень интересный стих, если вы обращали внимание о том, что старицы, они должны вразумлять молодых, любить мужей, любить детей. Очень удивительно, насколько вот эти вот розовые облачка, как обычно говорится, после замужества, после женибе, они улетучиваются, и начинаются семейные будни. И здесь как раз контакт вот этого возраста, среднего, молодого и пожилого. Здесь говорится, чтобы старицы, они вразумляли любить детей и мужей. Неужели супружеская пара, молодая, она не может любить друг друга? Но Господь знает, что Он говорит, и для чего Он записывает на страницах Своего Писания для нас, чтобы мы обращали на это внимание. И это очень удивительно. Также пятый стих «Быть силомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть силомудренными». То есть Писание распределяет вот эти инструкции для того, чтобы мы имели именно вот эти отношения в семье. Когда они строятся на Слове Божьем и правильно доносятся до наших детей, до молодежи, они это понимают и принимают. И Бог знает, как это лучше. Также мы знаем те образы, которые Писание предлагает нам и рисуется на страницах Библии. Если мы прочитаем послание к Ефесской церкви, пятая глава, тоже нам известный стих. Я думаю, когда мы читаем, мы всегда обращаем на это внимание. Где супружеские отношения в семье, где Христос и церковь, где муж и жена. И вот это образы сравнения. И мы знаем, насколько Господь предал себя ради церкви. Он был до последнего уверен своим словам, и Он отдал жизнь свою. И вот это сравнение, оно идет в сравнении также с мужем и женой. И также, если дети видят это, и подростки видят это, они учатся этому, они следуют за этим. Давайте мы прочитаем пятая глава Ефесянам с 22 по 27 стих. «Жены, повинуйте своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь вот размышляя над этим стихом, тоже просто перед лицом рисуются такие картины о том, насколько церковь послушна Христу. Здесь говорится о том, что «но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». И этот прообраз, он в сегодняшнем времени, насколько церковь, она имеет желание приближаться к Господу, но насколько все это остается всего лишь на умственном таком развитии, то есть в пределах познания о том, что хочет сказать нам Господь, но проявляется ли это в жизни. 25 стих «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». То есть это тоже прообраз, как Христос относился к церкви, так и мужья должны относиться к своим женам. Мы знаем, что не все время бывает гладко, мы знаем, что проблемы семейные, но вот какая большая ответственность возлагается на мужей, сравнивая мужей с Господом. Насколько Господь был открыт к общению, насколько Он реагировал на нападки людей. В принципе, все вот это, оно преображается в тот образ, который рисует Писание, чтобы мужья были похожи на Христа в своих домашних семейных отношениях. Можно и не очень трудно вспылить, ответить слово или еще что-то сделать, и развяжется, воспылает огонь, пожар, который приводит в сегодняшнее время очень плачевным последствием, когда семьи рушатся, когда дети видят это все, все это на глазах у молодежи, и теряются вот эти вот ценности Слова Божьего. И Писание мужей сегодня наставляет о том, чтобы мы были похожи на Христа, чтобы мы имели тот характер нашего Господа, чтобы смягчать все эти ситуации, чтобы любить своих жен, как Христос возлюбил Церковь. И первое послание Петра, мы тоже этот образ видим, когда Писание нам говорит, здесь уже то же самое идет сравнение и уже наставление и мужам, и женам. Первое Петра, третья глава, с первого по одиннадцатый стих. Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Насколько вот это вот место также читается, я читаю это слово Божие и всегда вижу улыбки у сестер, когда они читают это слово Божие, они понимают, как это должно быть, но что-то препятствует им быть таковыми. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не золотые уборы, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И вот здесь Господь опять показывает, что ему драгоценно для нас, что драгоценно для него. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя повиной своим мужьям. Так Сара оповиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть здесь опять идет и постоянно Писание нам указывает вот эти моменты, дает эти инструкции, чтобы в семейных отношениях, чтобы в семье, как ячейки, единицы, так же и в церкви. Вот это Царство Божие, оно пребывало внутри нас, когда будет мир, покой и радость, к чему призывает Господь и в принципе к чему каждый из нас стремится. Читая дальше, мы смотрим о том, как же все-таки на практике это видно. И Писание нам тоже это указывает, мы под разным как плоды Духа или еще что-то мы смотрим, но если мы посмотрим на семейные отношения, если мы посмотрим на отношения друг с другом, с миром, с родными, с близкими, то мы опять же видим наставление Господня, которое прямо нам говорят, как мы должны поступать. И вопрос, как мы поступаем. Мы знаем это место, глава, Галатам, пятая глава, с 19-22 стих здесь говорит следующее. Дела плоти известны, они суют прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предваряю, что поступающие так, Царство Божие не наследует». Здесь очень строгое такое отношение, когда в отношениях проявляются вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия. То есть Писание говорит нам конкретно, что поступая так, мы не можем наследовать Царствие Божие. вот именно нету мира и покоя в сердцах, когда вот это происходит внутри. И опять же, от кого это зависит? От каждого из нас. Своя роль у жены, своя роль у отца, своя роль у детей, которые наблюдают за всем этим и учатся, что будет внутри. То есть дела о плоти, что у нас проявляется и что не должно проявляться. Плод же духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кроткость, воздержание, на таковых нет закона. И в основном 22-23 стих мне хотелось бы, конечно, посвятить это мужьям, то есть главам семейств, которые должны в себе проявлять эти чувства, чтобы не было проблем в семейных отношениях. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. И вот сравниваю о том, что Писание говорит, что на таковых даже нет закона. Если мы возьмем полицейского, то для кого он страшен? То есть это стража порядка, который смотрит за порядком. То есть полицейский страшен для тех, кто нарушает этот порядок. Но тот, кто не нарушает его, полицейский является помощником, защитником. То есть это такой прообраз, когда мы читаем Слово Божие, и когда мы слушаемся и повинуемся Ему, это приносит в нашу жизнь радость. Это приносит в нашу жизнь успокоение, мир и покой, которые распространяются и на других. И вот насколько мы повинуемся этому Слову Божию. Я когда размышлял на это место Священного Писания, почему-то я вспомнил, как Иисус говорил не притчу даже, а том, к фарисеям было обращено это слово, о том, что у Отца было два сына. То есть, когда Он повелевал сыну одному и второму, иди, работай, виноградник мой. То есть, первый сказал, пойду, и не пошел. Второй сказал, не хочу, но после, раскаявшись, пошел. И Он сравнивает вот эти отношения наши к Слову Божьему, к тому, что мы, слушая даже сегодня Слово Божие о том, какие должны быть жены, какие должны быть мужья, то мы с радостью принимаем это, да, это должно быть так. Мы должны быть такими, но впоследствии мы, говоря, да, не идем и не следуем этому. Другие же, которые не ищут Господа, но они ищут этого мира и покоя, они сначала не соглашаются с этим, гордость мешает или еще что-то, но они раскаиваются и после идут и делают, что приносит в их жизнь как раз благословения. Чтобы поддержать Царство Божие внутри себя, вот этот мир, радость и покой, нужно забыть прежде всего о своем Я. И вот это последнее место Священного Писания, которое мне хотелось бы зачитать, очень пример такой, который прежде всего должен прозвучать для каждого из нас, как некогда это было открыто апостолу Павлу. Это записано последнее вот место Ефесянам, вернее, Филиппийцам, третья глава седьмого стиха. Если читая вот эти строки и слушая их, если мы это адресуем в нашей жизни, к семейной, то мы очень много можем подчеркнуть для того, чтобы это практически могло повлиять на нашу жизнь. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой, да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Вот эти два стиха, записанные седьмой и восьмой, о том, насколько Павел подошел к самому себе как личности, к тому, что он достиг, что он имел, но здесь он говорит, ради познания Христа я все почитаю щитой, от всего я отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Неужели для того, чтобы приобрести вот этот мир, радость, покой, вот эти отношения благословенные, семейные, через которые молодежь и дети будут познавать и идти к Господу, что свое я, свои привычки или что-то свое нужно почесть за ссор, отодвинуть в сторону, отодвинуть свое я и жить для своего ближнего, жить для детей, жить для жены, жена, для мужа, чтобы вот это я, оно не было на первом плане и тогда все в нашей жизни будет хорошо. Все в нашей жизни будет идти так, как Господь хочет этого видеть. Начая через это Слово Божие, Он обращается к каждому из нас, чтобы мы, слушая это Слово Божие, могли воплотить свою жизнь. И это прежде всего нужно для нас. Господь научает наше дело это принимать или же следовать своему Я. Поэтому давайте мы сейчас склонимся, поблагодарим Господа за Слово Его, за то, что Он научает нас и показывает примеры вот этого механизма, как мы должны жить, как мы должны служить, чтобы нашим детям мы не были преткновением. Аминь. Помолимся. «Питано» «Питано» «Питано»